Всем привет! Вы на канале Интервью Школьника. Меня зовут Максим Щербаков и сегодня я позвоню Иосифу Пригожину. Вообще на самоизоляцию у меня не было ни одной свободной минуты. Сначала я занимался самообразованием. Потом было дистанционное обучение. Мы с вами начинаем сегодня изучение новой и большой темы, в которой подробно будем изучать обращения, вводные слова и междометия. То есть те слова, которые грамматически... И вот только сейчас у меня появилось свободное время, поэтому я подумал, почему бы не сделать интервью по телефону. Изначально я собирался позвонить Дмитрию Диброву, но... Здравствуйте! Увы, мы не сможем поговорить, так как в эту секунду меня забирают инопланетяне. Обычно они не задерживают больше суток, а на этот раз обещали выпустить даже раньше. Скажите, пожалуйста, что вы хотели, и как только меня вернут на Землю, я тут же вам перезвоню. Спасибо. Ладно, ладно, шучу. Я с самого начала хотел позвонить Иосифу Пригожину, потому что, ну, кто как не лучший продюсер десятилетия и не лучший бизнесмен года сможет со мной поговорить о хайпе. Ну что ж, смотрим. Ну что ж, я тут подумал, я же не только журналист, я же еще и блогер. То есть я могу сказать, подпишитесь на канал, сделайте красную кнопочку серой, ведь 80% вас смотрят мои видео без подписки. Поставьте лайк, подпишитесь на уведомления, нажмите колокольчик. Или нет? Я очень, конечно, волнуюсь, но... Я не знаю, что сейчас будет, потому что я звоню Иосифу Пригожину. Мне страшно, я подготовил несколько вопросов. У меня сейчас так сильно бьется сердце. Ну что ж. Алло, здравствуйте, Иосиф. Меня зовут Максим Щербаков, я автор проекта «Интервью школьника». Можете ответить мне на несколько вопросов? Попробую, давайте. Как вы считаете, нужно ли хайпить за счет коронавируса? Нет. Почему? Ну, потому что здесь негде смеяться, это не шуточка. Понимаете, пострадало огромное количество людей не только в России, но и в мире. Помимо гибели, существуют еще и экономические проблемы. Поэтому я считаю, что это неправильно. Здесь не то, над чем можно смеяться. А вот Дана Борисова в своем последнем интервью сказала, что хотела заразиться коронавирусом ради хайпа. Как вы к этому относитесь? Знаете, блядь, так не хочется никого обижать. Давайте не будем обижать человека моим ответом. Хорошо. А вот вообще по каким поводам нельзя хайпить? Вы знаете, все, что связано с горем, с Великой Отечественной войной, с трагедией людской, нельзя. Юмор, чувство юмора и, например, посмеяться над чем-то, над кем-то, это всегда нормально, всегда пожалуйста. А когда горе существует у людей, над этим смеяться нельзя. Для этого и существуют слезы. Слезы горя и слезы радости. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Серьезно, у меня руки трясутся. Так, ну, значит, я хочу сказать немножко своего мнения. Сначала мне было страшно, как бы звонки, это очень страшно. Но на мою радость Иосиф очень приятный человек, спокойно на все отвечает. Нет, вообще, сначала мне было очень страшно, ну, вы это и сами видели, потому что у меня тряслись руки, у меня билось сердце. У меня было ощущение, как будто он сейчас просто выпрыгнет и побежит. Но в итоге оказалось, что Иосиф очень классный человек, он спокойно ответил на все мои вопросы. И было просто no problem. Немного про мои другие работы. Здесь мой документальный фильм-интервью «Седые дети. Дети войны о голоде, концлагерях и блокаде Ленинграда». Я думаю, он очень интересный. А здесь вообще все мои интервью, тут целый плейлист, и их можно посмотреть. Спасибо за просмотр.